На далеком заснеженном острове, в своих уютных домиках, живут веселые пингвины. Кроха, Лала, Каюн, Прошка, Мяшка, Юшка, Пухля, Пингвик и я, Митюшка. Путешествие Пухли, Санкт-Петербург. Привет, ребята! Я путешественник Пухля. Сегодня я хочу рассказать вам об удивительном городе под названием Санкт-Петербург. Это один из самых красивых и интересных городов России. 16 мая 1703 года Петр Первый на острове Енисари, Зайчий остров, начал строительство крепости Санкт-Петербург. Позже вокруг крепости стал расти город. Петр Первый пригласил лучших архитекторов и строителей со всего мира. Кстати, интересный факт. Город назвали вовсе не в честь царя, а в честь святого апостола Петра. Санкт-Петербург несколько раз менял название. Сначала это был Санкт-Петербург, затем Петроград, после Ленинград. В 1991 году город вернул себе историческое имя. Санкт-Петербург был построен на болотистых землях на берегу реки Невы. И его иногда называют Северной Венецией, благодаря его многочисленным каналам. Одним из самых известных символов города является Санкт-Петербургский Эрмитаж. Он был основан в 1764 году Екатериной Второй. Здрасте. И насчитывает более трех миллионов экспонатов. Еще одним значимым событием в истории города было строительство Петербурга, летней резиденции русских царей. В 1782 году в Санкт-Петербурге был открыт памятник Петру Первому, известный как Медный всадник. В 1836 году был издан указ о начале строительства первой в России железной дороги, которая соединила Санкт-Петербург, Царское село и Павловск. Кстати, интересный факт. Чтобы люди охотнее пользовались железной дорогой, на вокзале ее конечной станции в Павловске был построен концертный зал. Дирижером летних концертов в Павловске был сам Иоганн Штраус. Сегодня Санкт-Петербург является культурной и исторической столицей России. Здесь можно увидеть множество памятников архитектуры, музеев, театров и других исторических объектов. Также здесь есть знаменитые мосты через Неву, которые поднимаются, чтобы пропускать корабли. А вот несколько фактов о мостах. Всего их в городе 93. Одним из самых длинных мостов России является Большой Обуховский мост. Его длина составляет почти 3 километра. Самый длинный разводной мост носит имя Александра Невского. Самый широкий мост Санкт-Петербурга называется Синий мост. Его ширина почти 100 метров. Санкт-Петербург также играл ключевую роль в развитии русской литературы. Здесь жили и работали такие выдающиеся писатели, как Александр Пушкин, Федор Достоевский, Лев Толстой и многие другие. Город также славится своей архитектурой, включая Петропавловскую крепость, Смольный собор, Исаакиевский собор и многое другое. Кстати, интересный факт. Именно в Санкт-Петербурге на улице Девенко и находится наше кафе 33 пингвина. Ура! До новых встреч!